Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Классный ремонт. Анапские школы готовятся встретить своих учеников обновленными. Отправила Европу в нокаут. Анапский спортсмен завоевал золото на первенстве Европы по боксу. Свободу черепакам. В Анапе ученым удалось спасти еще одно краснокнижное животное. За месяц до начала учебного года Анапские школы готовы на 60%. Помимо косметических ремонтов ведутся работы по благоустройству. В двух образовательных учреждениях отремонтируют спортивные залы. Более 11 миллионов рублей выделено из городского бюджета на совершенство недоступной среды. Ремонта не было 30 лет. Представьте, что за 30 лет, естественно, поддерживала администрация школы всякими косметическими ремонтами приближенно. Но выполнить правильный ремонт, качественно, чтобы детям было действительно удобно, и чтобы эти все площади работали, но возможно, их и не было. В спортзале второй школы вновь появится душевая и санузел. Их фактически делают с нуля. Ремонтируют тренерскую. На потолке еще видны подтеки. В прошлом году кровлю отремонтировали, теперь можно красить потолок и стены. Само собой обновят покрытие на полу. Работы оплачивает городской бюджет. Только на спортивный зал выделили 1 миллион рублей. Главная задача, которую поставило перед собой руководство школы – использовать деньги максимально рационально, оставляя то, что еще может послужить. За что мы, конечно, очень благодарны. Так как развитие спорта – это основное направление, это будущее наших детей, это их здоровье. И спортивный зал – это фактически основа любого, будем говорить, нормального образования для наших детей. Поэтому я думаю, что за счет этих выделенных денежных средств здоровье поправится, наши дети начнут добросовестнее учиться, родители будут более благоприятно относиться, и все будут счастливы. Миллион рублей работает очень эффективно. В коллективе отмечают, что таких масштабных работ в школе не было уже с десяток лет. Большой ремонт назрел в прямом смысле слова. Зданию 60 лет, фундаменту и вовсе больше века. Пришло время обновить фасад. Покрытие пола дает представление о нагрузке на инфраструктуру. Здесь его заменят. Местами в коридорах штукатурка отваливается вместе с краской. Решено все удалить и нанести новое покрытие. Примерно так будет после ремонта. Сегодня похожую картину можно наблюдать во всех образовательных учреждениях города-курорта. Также на деньги из городского бюджета в этом году отремонтируют спортзал в школе номер 21, станица Анапская. Сейчас идет подготовка документации. Там же обновят ограждение. В школе Хутора Чекон заменятся электропроводку в классах. Список далеко не полный. Отдельной строкой улучшение доступной среды. В рамках реализации этих мероприятий выделены достаточно серьезные средства из муниципальной программы. Глава выделен нам, пошел на это, оказался действием. Больше 11 миллионов на эти мероприятия выделены. И ряд школ. Это 10, 11, 24, 18, 20, 14, 12, гимназия Аврора. Сейчас проводят эти работы. На сегодня работы, которые необходимо провести к началу учебного года, выполнены на 60%. В некоторых школах комиссии по приемке будут работать уже в начале августа. Сроки зависят в том числе от графика работы летних лагерей. В целом работы идут по графику. Аким Павлюков еще одна спортивная гордость Анапы. Наш спортсмен завоевал золото на первенстве Европы по боксу. 24 дня Аким вместе со своим тренером Вячеславом Труфановым провели в Румынии. Сначала были сборы, затем состязания. Вчера поздно вечером самолет доставил на пчан родную землю. Момент встречи запечатлела наша видеокамера. На верхней ступеньке пьедестала Аким Павлюков, воспитанник третьей спортивной школы города-курорта. На первенстве Европы 14-летний Анапчанин стал сильнейшим в весовой категории 65 килограммов. На малой родине Акима и его тренера встречают соратники из федерации бокса, родные и друзья. Эти ребята большие герои на самом деле, вся команда. Потому что взрослые нам было, тренерам нам было тяжело вывозить этот психологический груз. А для них в 14 лет я считаю, что это Эверест. Самый серьезный противник был в полуфинале. Беларусь был самый сильный, самый техничный, самый подготовленный. В финале был венгер, очень сильный физический. Нам нужно было прежде всего сдержать его натиск и разобраться. Победа Акима не случайность, а результат упорных тренировок. Боксом парень занимается с 4 лет. Как настоящий патриот говорит, что в Анапе уровень подготовки спортсменов высокий. Убедился лично. Я сначала думал, что это очень сложно. Я думал, что, как вы знаете, на Европе все победители своих стран. Так что я как-то сначала был страх, что проиграю и так далее. Потом, когда я приехал, адвоксировал первый бой, я уже понял, что все такие же, как и я, все такие же занимаются. Мы даже в два раза больше занимаемся, чем и они. Я считаю самым большим – Олимпиада. До этого надо дожить еще. Тем не менее, настрою Акима идти до победного. Мы желаем новых успехов анапскому спортсмену и его тренеру. Анапа вновь готовится стать южной столицей кино. С 3 по 9 сентября на курорте пройдет 26-й открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок». Организаторы обещают, как всегда, насыщенную программу, конкурсы, премьерные кинопоказы и, конечно, встречи с известными актерами, режиссерами и другими деятелями киноискусства. Имена некоторых из них нам раскрыла директор концертного зала летней эстрады Вера Халина. Это Светлана Немоляева, актриса всех поколений, я бы так сказала. Это Дюжев, это Валерия Ланская, это Игорь Калныш. Это очень многие актеры, которые представляют собой кино России, кино зарубежья, дальнего, ближнего. Готовится Стивен Сигал, имеет отношение и может быть. Самым ярким и зрелищным обещает быть торжественное открытие фестиваля. Оно пройдет в летней эстраде. В этом году зрители ожидают массы сюрпризов. Решили сделать серьезней, красивей и солидней церемонию. Ну, начнем с открытия, скажем так, да. Она будет украшена выступлением Наташи Королевой с коллективом. Абсолютно новой Наташи Королевой следует отметить. Многочисленными концертными номерами, представленными и молодыми, и не совсем молодыми, но известными исполнителями. Тем, кто хочет выбрать лучшие зрительские места, билеты стоит приобретать уже сейчас. Сделать это можно через интернет на официальном сайте летней эстрады или в кассе концертного зала. Цена от 800 до 2000 рублей. Как уберечь подростков от нарушений законов и защитить от вредоносной информации, распространяемой в сети интернет? Эти вопросы стали главными в повестке дня расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем приняли участие руководители структурных подразделений администрации, МВД, директора школ, СУЗов, представители общественности. Сто процентное попадание. Все 24 сайта, которые молодежные активисты города-курорта определили как экстремистские, заблокированы Роскомнадзором. Помимо этого, ведомство отреагировало на 72 материала, которые содержали предложение о покупке наркотиков. Работа идет уже более полугода. Сегодня интернет для молодых людей – естественная среда. Они, как часто говорят, в теме. Даже если сами не пользуются опасным содержимым, знают, где искать информацию. А специалисты понимают, что бурлящий поток энергии нельзя остановить, но можно направить в конструктивное русло. Для этого есть другие страницы с альтернативными предложениями. Например, сыграть в баскетбол или футбол. Мы должны предоставить альтернативу. А как раз альтернатива вот этой деструктивной информации в интернете – это наши позитивные мероприятия. Это то, что проводится на территории каждого сельского округа, округа и посредством школ, клубной системы наших, клуб по месту жительства. И тут я хотела бы сказать, что эта работа носит, безусловно, межведомственный характер. Спасибо администрации сельских округов практически у всех на уровне понимания. Вместе с тем общая атмосфера не отменяет частностей. За каждым проступком несовершеннолетнего – целая история. Те или иные проблемы в семье, в том числе финансовые. Заместитель главы города Людмила Мурашова поручила усилить профилактическую работу на уровне сельских округов и территориального общественного самоуправления. Опасные ситуации начинают развиваться именно на глазах у соседей по улице или двору. И именно тогда еще есть возможность не допустить непоправимых последствий. Меня интересует, какая работа, совместная работа была проведена с толстыми общественными организациями. Какое влияние имеете вы, вы, общественность, на те семьи, в которых воспитываются эти дети. Какая работа проведена, что сегодня проводится. И на контроле у кого стоят эти семьи в сельском округе. Я понимаю, что это не официальный контроль, это не учет. За полгода общая картина не ухудшилась, но и не улучшилась. И Людмила Мурашова сделала акцент именно на второй части. С точки зрения заместителя главы, только положительная динамика и есть настоящий результат. А для этого в совместной работе не должно быть равнодушных. 10 сентября – единый день голосования. На Кубани в рамках предвыборной кампании пройдет еще один этап. Завершен прием заявлений на выдвижение кандидатов депутата законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Не позднее 4 августа ТИК «Анапская» назовет именно тех, кто будет зарегистрирован в качестве кандидатов по Южному одномандатному избирательному округу номер 27. Территориальная избирательная комиссия «Анапская», на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 27-му избирательному округу, завершила прием документов, поданных на регистрацию кандидатами в депутаты. По факту, по результату имеем следующее. 7 кандидатов депутаты подали документы на выдвижение и 6 из них подали документы на регистрацию. Из них один кандидат в порядке самовыдвижения. Представлены такие партии, как «Справедливая Россия», «Партия Роста», «Политическая партия», «Либеральная демократическая партия России», «ЛДПР», «Всероссийская политическая партия Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Коммунистическая партия Коммунисты России». Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, имеет 10 дней по закону на проверку достоверности сведений, поданных кандидатами, а затем будет выносить решение либо о регистрации конкретного кандидата, либо об отказе в регистрации. Заместитель главы города Анжелика Базунова продолжает регулярные обходы дворовых территорий в микрорайонах, определяет недочеты в работе управляющих компаний и коммунальных служб и дает поручения об их устранении. Так, сегодня в 12 микрорайоне уже завершились работы по ремонту пешеходной дорожки возле дома номер 31. На разбитое состояние этого тротуара неоднократно жаловались местные жители. Теперь здесь оборудована комфортная пешеходная зона с асфальтовым покрытием. Общая площадь дорожки порядка 40 квадратных метров. Также здесь установили и новые бордеры. В Анапе продолжается борьба с торговлей контрафактного алкоголя. Как правило, в разгар курортного сезона такого бизнеса становится больше, поэтому и меры по профилактике усиливаются. Управление торговли регулярно проводит рейды, в ходе которых пресекаются любые попытки сбыть некачественную продукцию на корню. Такие проверки проводятся сотрудниками управления совместно с полицией ежедневно. Работают по системе. Сначала выбирают заведение, после под видом покупателей производят контрольную закупку. Далее проверка документов. Если лицензия на продажу алкоголя липовая, либо отсутствует, сотрудники полиции изымают весь товар и составляют протоколы. Сегодня в одном из кафе в районе Пионерского проспекта изъяли более полутора тонн контрафакта. Предпринимателям грозит штраф. По адресу города Анапа, Пионерский, 253, была выявлена торговая точка, кафе «Лайм», в котором реализовывалась алкогольная продукция при отсутствии специального решения лицензии и соответствующих сопроводительных документов. Деятельность в данном кафе осуществлял индивидуальный предприниматель Арутюнян Люда Мартиновна, которая будет привлечена к ответственности по статье 14.16. Сейчас встреча алкогольная продукция будет изъята и помещена на временное хранение до решения судья. Такие совместные рейды дают положительные результаты. Полиция отмечает, что с каждым годом точек, торгующих нелегальным алкоголем, становится меньше. Всего с начала года на предпринимателей, незаконно торгующих алкоголем, составлено 153 протокола об административных правонарушениях. Сотрудниками полиции изъято около 12 тонн нелегальной алкогольной продукции. Добровольцы убедили анапчан передать им редкую краснокнижную черепаху, которую они пытались продать через интернет. По словам ученых, это не просто противозаконно, но еще и негуманно. В домашних условиях ей бы грозила неминуемая гибель. После реабилитации ее выпустят в дикую природу. Эту черепаху Никольского жители города-курорта пытались продать, разместив объявление на одном из популярных сайтов. Рассказали, что нашли ее на улице и не знали, что данный вид занесен в Международную красную книгу. После переговоров ее добровольно передали волонтерам. Биолог Марк Пестов занимается проблемой уже более 10 лет. По его словам, повальную торговлю редкими черепахами на улицах и в зоомагазинах удалось пресечь, но остается интернет. Это и негуманно, и незаконно. Судьба всех этих животных, которые увозятся куда-то далеко, надолго, и вроде бы с благими пожеланиями привезти детям живую игрушку, все это кончается всегда плачевно. Они медленно умирают, создать им дома нормальные условия практически невозможно, создать зимовку нормальную, прохладную, достаточное количество ультрафиолета, нормальную еду. Кончается это всегда плохо. Через несколько лет они тихо, где-нибудь под холодильником, под батареей умирают. По словам ученого, этой черепахе повезло. Это самка, ей около 25 лет, и велика вероятность, что проживет она лет до 100. После того, как панцирь окрепнет, в природе, она уже никому не по зубам. Но именно из-за панциря обычный человек не может оценить ее состояние. Если вы попробуете, она по весу легче, чем вот даже наша самая малышка. То есть черепашка, конечно, очень истощена. Вместе с новенькой в этом специальном загоне живут пять черепах. Две фактически ручные. Их принесли сами владельцы. Теперь нужно, чтобы они освоились в естественной среде. Еще пару также добровольно отдали продавцы. Здесь у черепах есть возможность закапываться, что для них очень важно. Опытным путем выяснили, что животным больше всего нравятся одуванчики. И цветы, и листья. Утром она не завтракала. Это первый прием пищи на новом месте. После этого черепаха уходит искать укромное место. Зарыться она пока не может, потому что сломала когти, а железные прути ящика, в котором ее держали. Будем кормить, кормить, наблюдать, кормить, наблюдать. И, наверное, мы соорудим по совету Марка Пестова хорошую зимовочку и такую. И делаем контрольную зимовочку, проведем. И я думаю, если все будет хорошо, мы ее весной выпустим. Хорошее питание, спокойная обстановка. Я думаю, она придет в норму. Не так давно двух черепах выпустили в заповеднику Триш, но их место практически сразу заняли новые. Биологи надеются, что со временем люди и черепахи будут жить в гармонии. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сервелат «Финский» 335 рублей, сардельки-шпикачки 209 рублей, колбаса «Ганноверская» 185 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28, и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 28 июля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 32 градусов, ночью прохладнее, 25 выше 0. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Нейрофизиологическое обследование. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова